Еще весной этот кузнец с одной стороны был безруким. Скульптуру 1950-х, которая украшала советский изумрудный, а на тот момент парк меланжевого комбината, случайно откопали в мае, разломанную на часе и с пропавшей левой. Ее и начали восстанавливать первым делом. Мы ее делали с нуля, с самого начала. Сначала сделали каркас металлический по размерам, потом я со своей руки кое-как сделал пластилиновый слепок, с пластилинового уже такой. Константин Ганов сам предложил руководству парка взяться за восстановление статуи. Консультировал его народный мастер-край Сергей Мозговой, чтобы кисть анатомически соответствовала правой руке. Вместе гадали, что же кузнец держит, а затем вынесли дискуссию на широкое обсуждение. Кто-то предлагает биту в городошную, кто-то клешни, кто-то зубила. На сохранившихся снимках левой стороны не видно, а на фото из других городов в руке виднело что-то обломанное. В итоге решили вручить кузнецу чертеж, что идеально вписалось в образ рабочего. Пока Сергей оттачивает левую, Константин работает над правой, устанавливает молот. Вот мы его и согнули так, как надо. Это самые крупные работы. Затем останется заделать сколы, соединить части туловища, воссоздать фактуру складки одежды, чтобы статуя задышала эпохой. Это скульптура еще до периода сурового реализма, когда начали немножечко упрощенно все это штамповать, ввиду большого объема парковой, даже не парковой, а монументальной скульптуры. Там более лаконичные, там более грубые, там какие-то формы пластика были. А это вот именно вот такого сталинского периода проработаны во многом в деталях вещи. Статуя эпохи девушки с веслом. Самая известная парковая скульптура эпохи сталинизма, восхваляющая гармонию духа и тела. Вернет это в парк 21 века и советский кузнец. Поэтому мы видим павильоны деревянные, и в целом вот этот стиль отсылает нас к советской эпохе. Мы видим, например, отреставрированные чугунные перила на мостиках на пруду. Это родные перила 50-х годов. И вот эта скульптура как раз прекрасно вписывается вот в эту концепцию сохранения прошлого. Кстати, рука не случайно находится не под крышей. Идет дождь, бетон намокает, и от этого становится только прочнее. Уже на этой неделе статую должны перенести на новое место. Постамент для нее уже готов. Устанавливать будут по частям, поэтому не пугайтесь, что какое-то время ноги будут без туловища. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.